Апрель в этом году выдался непростым, поэтому жители Петрозаводска стали выходить на субботники, чтобы привести в порядок свои дворы и другие городские территории лишь ближе к майским праздникам. Эта работа продолжается до сих пор. Жильцы дома номер один по улице Правда этой весной выходили на субботник дважды. В конце апреля они убрали во дворе мусор, а в канун Дня Победы привели в порядок ограды, скамейки и клумбы. В 2018 году их дворовая территория была признана образцовой, и это звание люди стараются сохранить. По словам председателя совета дома, субботники жильцы проводят не только весной, но и летом, а также осенью и даже зимой. Не мы одни, кстати, в городе. А субботник – это не только уборка мусора, я так понимаю. Нет, у нас еще есть конструкция, покраска тоже, в том числе посадка растений. Скоро начнется, надеемся, может быть, весна все-таки вступит в свои права. Но это в июне, это не раньше. Еще угроза ночных заморозков может. Да, сажаем, поливаем, окучиваем, красим, подкрашиваем, ремонтируем. Да, много работ делаем, очень много. Ну, это наш дом, это наша крепость. А зачем люди вообще должны выходить на субботники, если они платят налоги и каждый месяц получают квитанции за ЖКУ, в том числе за работу дворника? Вот как на этот вопрос ответили жители дома. Каждый из нас уют в квартире устраивает. Почему же здесь я, например, очень не хочу видеть здесь розы, чистоту, хорошие газоны ухоженные. И мы, естественно, в этом всем участвуем. Это даже как… У женщины есть такое желание поковыряться в своем огороде. У нас это никуда. В саду, в огороде. Это примерно то же самое. Мы с удовольствием это делаем. Это для души. В моем случае это точно для души. В чем польза субботниками? Субботников. Вообще людей сближает. Мы сейчас живем такой жизнью, нам некогда просто. Все куда-то бежим. И так получается. Общаемся. Я тоже плачу налоги. И платим зарплату дворнику нашему. И с налога платится зарплата дворнику городскому. Их там много же. Ну помочь надо. Но все равно это родина, понимаете? Вот субботник и родина – это едино. Субботники проходят не только во дворах жилых домов, но и на общественных пространствах. Так петрозаводские студенты и члены молодежного парламента убрали территорию у Ильинской церкви и мемориала «Колокол скорби». Покрасили скамейки, привели в порядок клумбы, вынесли мусор. Я считаю очень важным принимать активное участие в городских субботниках, облагораживать нашу территорию. Наш город был признан в том году ведь самой культурной столицей вроде бы по нашей России. Я считаю, нужно помогать, поддерживать этот статус. Это, наверное, должно быть важно для всех. То есть как и для молодежи, так и для людей пожилого возраста. То есть абсолютно для всех. Министры карельского правительства и сотрудники администрации главы региона приняли участие в субботнике на Зарецком кладбище на территории братской могилы красноармейцев, погибших в годы войны. В 2017 году правительство республики взяло шефство над этим памятником. С тех пор субботники с участием карельских министров проходят здесь ежегодно. Для меня лично это память о моих родителей, у меня отец герой войны, мама у меня в локаду была. Это тоже память о них в том числе. И вообще я поддерживаю главу, который говорит, что на каждом вывеском захоронении должно быть шефство. Шефство школ, детских садов, учреждений государственных, общественных организаций. По данным администрации города, этой весной в рамках общегородской акции «Чистый Петрозаводск» уже проведено более ста субботников. В основном в парках, скверах и других зеленых зонах. Однако организации и предприятия тоже не остались в стороне и вышли на уборку своих территорий, в том числе наша телекомпания. Конечно, безусловно, горожане несут ответственность за свой город, за свои территории, за свои дворы. Люди исторически выходили на субботники, вспомните, 1 мая, да, всех брали грабли. И это никогда не было зазорно или как-то еще. Наоборот, это здорово с детьми, с семьей, с организациями выйти и внести свой вклад, чтобы город стал чище и красивее. В мэрии сообщили, что массовые субботники будут проходить в Петрозаводске до конца мая. Организатором может стать любой петрозаводчанин. Нужно только зарегистрироваться. Каждый житель города может организовать субботник. Администрация помогает инвентарем, мешки, перчатки мы выдаем. Также помогаем потом с вывозом мусора. Но обязательно надо согласовать субботник. Надо обратиться в управление благоустройства экологии по телефону 713566 и согласовать субботник. А много вот желаешь? У нас практически на каждый день по 2-3 субботника записываются люди и организовывают список территорий, которые необходимо убрать, то есть где можно провести субботник, он у нас опубликован на официальном сайте администрации в разделе «Экология». То есть каждый желающий может ознакомиться и обратиться в управление благоустройства экологии и записаться на субботник. Главное помнить о простом правиле. Субботник на общественных территориях города согласовывается с мэрией, а уборка своего двора с управляющей компанией. Согласование нужно для того, чтобы мешки с мусором были своевременно вывезены. Первый всероссийский субботник, как известно, прошел 1 мая 1920 года по инициативе Владимира Ленина. Только в одной Москве в нем приняли участие 425 тысяч человек. С тех пор субботники – традиция. Спустя более чем 100 лет она все еще живее всех живых. Есть такое твердое правило – встал по утру, умылся, привел себя в порядок и сразу же приведи в порядок свою планету. Писал Антуан де Сент-Экзупери «Маленьком принце». У каждого петрозаводчанина, как и у героя этой повести, тоже есть своя маленькая планета. Родной двор, родная улица, родной город. Редактор субтитров А.Семкин